Вопрос. Можно ли по-настоящему любить кого-то, не освободившись от эго? Чтобы любить, нужна необычайная смелость, так как первостепенное требование любви – это отказ от своего эго. А человек очень боится потерять эго. Для него это сродни самоубийству. Так кажется лишь потому, что кроме эго нам ничего больше не известно. Мы отождествляем себя с нашим эго, и, естественно, теряя эго, мы убеждены, что мы теряем свою индивидуальность. Но это не так. В действительности истина заключается как раз в противоположном. До тех пор, пока человек не отбросит свое эго, он не сможет познать свою индивидуальную сущность. Эго – это притворщик, нечто фальшивое, псевдо, надуманное. Реальность можно познать лишь в тот момент, когда ты отказываешься от эго. В противном случае нереальное скрывает реальное. Нереальное закрывает реальное, как тучи закрывают солнце. В любви необходимо отказаться от эго. Следовательно, любовь может стать дверью в рай. Можно начать любить определенного человека, а закончить любовью неопределенной, любовью ко всем. Человек становится похожим на окно, открытое бескрайнему небу. Но нужно абсолютно четко осознать, что эго необходимо принести в жертву любви. Людям хочется любви, но одновременно они цепляются за свое эго. Поэтому любовь никогда не становится для них реальностью. Люди рождаются и умирают, так и не вкусив нектара любви. И если человек никогда не любил, то он, собственно, и не жил. Он упустил суть.